доброе утро мои дорогие друзья жарю булку очень хочется мне бутербродов таких вот с чесночком с майонезом булка уже готова надо быстренько ее снимать ну вот варю яйца вчера наварила целую огромную кастрюлю компота с малины полезла в морозильник а там у меня малина еще бог знает сколько думаю что ж она лежит все давала давала оришки деткам так снимать надо снимать надо булочку пусть стынет ну вот и о себе ничего не ела но я разделила сварила кастрюля грязная потому что была полная так вот оставила ее на столе осталось булки совсем кусочек один один кусочек булочки и такой маленький маленький кусочек надо идти на рынок в горячий хлеб за за булкой раньше как-то вы знаете вот когда еще мама была папа живы дома всегда хлеб должен был быть свежий должен быть был хлеб обязательно батон а сейчас вот я хлеб практически я его не покупаю это хуторок редкий редкий случай когда мне хочется хлеба я все как-то ем без хлеба ну а если вот батон то половинку какого-то батона потому что тоже чтобы он был у меня свеженький так сейчас мы это дожарим дожарим потом чесночок чесночок яйца свариться и вот у меня бутербродики на улице мороз минус минус 6 градусов минус 6 градусов конечно вам плохо видно это вот но снег растаял смотрите как самые все плафоны вот эти вот которые светящиеся покупала как они пожелтели за зиму я их не сняла но потому что потому что заболела я их не убрала но дело в том что они уже у меня почему-то в прошлом году плохо плохо светились ненадолго и совсем ненадолго и хватило плафон это эти не от батареек а от солнца и все лето они стояли на улице но не светились я думала они будут вечные один моноплафончик вообще упал ветром сдуло потому что ветер был сумасшедший он мой флюгер крутится сегодня он не так сильно крутится немножко немножко о оказывается ветер тоже то есть то нет и тепла в ближайшие дни нам совершенно не обещают ой погрелись немножко и хватит называется мяча пришел он сегодня стал вместе со мной до 7 часов мы сегодня стали он поел немножко с пакетика съел немножко печенки куриный потому что другой у меня нет в магазине не было так ну что ты прячешься от камеры я хочу тебе снимать вот он на лапке становится чтобы ему посмотреть что на столе здравствуйте на стол ты мне совершенно не нужен ну-ка быстренько слазь 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 я сейчас готовлю слазь шмяка какой упорина какая и не ходил еще сегодня на улицу обычно он поезд и пошел гулять а сегодня залез на стул который у меня за дверьми там стоит стул где с чемодан и сумки ставлю но сумки у меня нет потому что я ее отдала али она у меня попросила съездить а уехала далеко и надолго вот поэтому стул там свободный и он туда за дверь прячется где тепленько и усилию усаживается там и спит а на улицу он не ходил со вчерашнего дня зато вечером его не загнать ой мне хочется уже спать я бывает смотрю смотрю фильм а потом все засыпаю глаза закрывается но думаю ну как же я могу вот этого говнюка оставить на улице на всю ночь еще ж морозы это летом другое дело ну и летом то мне самой не зову не очень захочется рано спать ложится вот а сейчас бывает вот так пригреешься у телевизора и глазки закрываются а потом встаешь и идешь кричать шмяка иди домой да а он бывает придет и начинает бегать по по всему дому как ненормальный выпускаю его обратно и опять еду выпускаю потом опять ой кот очень такой мало того что не знаешь чем кормить вернее знаешь но печенка очень дорогая каждый день она дорожает пакетики купила два раза по его упаковке купила тоже не дешевые а он выпендривается до шмяк про тебя говорят он будет сидеть и ждать может быть чего-нибудь дадут так а у меня сейчас похоже у меня сейчас сгорит булка моя последняя мой как неохота как неохота идти это самое забылка ой спалила ведь спалила спалила булочку одну маленькую ладно ладно пусть будет такая это уже если совсем так кто меня тут уже кто меня тут тягает лапой своей а кто меня тут тягает булку то есть все равно не будешь что ты бросишь вредное животное пусть булочка со стынет потом мы ее натрем чесночком намажем майонезиком и когда яйца сварится покрышем сверху яйцом вот шмячку выпустила на улицу смотрите как он укладывается вот это вот елка обвалилась за тяжести снега и вот он садится вот на эти сухие ветки чтоб не на на голой земле сидеть и все и будет вот так вот сидеть пока его не позовешь если он захочет есть если есть не захочет он сделает вид что это не к нему обращаются вот уселся и сидит и холодно же потом приходит лапы холодные я пью кофе или что-то это самое ему он садится ко мне на колени и греется морозит меня булочка нажали на сейчас почищу чесночок у меня как-то чеснок успевает засохнуть вот каждый раз думаю надо мне сделать салат у меня есть морковка и сделать салат с чесночком с майонезиком да наверно майонезик вредненько но свой майонез я не делаю я только его покупаю я девочки как-то к этому попроще отношусь вечно жить не будете что мне пишут сегодня вот пишут вот я до покупала тоже сырочки очень любила что я делаю я натираю натираю чесноком натираю бульку и одна подписчица мне пишет я теперь больше уже не буду есть сырки творожные потому что прочла белорусских сырках я так думаю что потому что мы же про них говорили вот и а может не белорусских не знаю что там есть палма пальмовое масло а сколько вы знаете чего вы не знаете а что вы едите где-то что-то может и не написано я как-то к этому отношусь гораздо проще вечно жить вы не будете здоровье если вам не прибавит особенно если вы не съели какой-то один сырочек не партиями вы их и его съедаете я вот купила четыре сырка ну вот один съела прошло два дня они они годные я смотрю на срок годности конечно вот единственное что я смотрю это срок годности чтоб не не отравиться потому что однажды было как-то купила сырки и они у меня лежали так это самое были а потом я один сырок открывая он спорченный посмотрела вот подсунули такой вот я не все проверила там он такой вот получился не то что там не заплеснивал ничего а он просто как-то раздулся 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 так пахнет уже чеснок вы знаете вот как он полежал и он давно у меня уже лежит вот трясется трясется это самое телефон трясется телефон вот тру-тру а он как-то он как-то уже и прямо не совсем пахнет или это мой нос не слышит духи то у меня слышит получила вышла сегодня у меня аж сегодня вывоз мусора вышла пошла в почтовый ящик теперь как я уже хожу везде то я уже почтальон еще своей сказала говорю вы можете не заходить ко мне во двор и не заносить мне газеты бросайте в почтовый ящик так руки руки жирные яйца еще варится а вот можете мне не заносить сюда в мешочек на двери но она я вышла посмотрела в почтовый ящик в почтовом ящике нету нет газеты думаю ну что уже и это перестало работать оказывается оказывается она принесла мне бросила в этот самый надо на двери а я вчера поленилась выйти думаю а и завтра буду выносить мусор потом я уже заодно заодно выйду и и газету заберу ну вот и можно сказать что я вчера целый день сидел у телефона то смотрела чьи-то видео кого я смотрю блогеров то потом вспомнила что я заснула и не не досмотрела девятую серию девятую до девятую серию как-то называется фильм аноним аноним как-то по нтв сейчас я вам скажу какой как-то называется что я сейчас смотрю нтв беларусь пятница сегодня наверное уже нету анонимный детектив вот а я заснула и последнюю серию не досмотрел и поэтому я нашла в телефоне хотя не люблю в телефоне смотреть фильмы совершенно но хотела знать чем все это кончится сегодня кстати пятница 1 апреля 1 апреля никому не верь и сегодня уже нету а вчера что что это было я не знаю пнтв между фильмом и новостями вдруг появился петросян и начался там монолог и там ну какой какая-то такая вот была небольшая это самая сценка я уже подумала думаю неужели наконец-таки через месяц что-то нам веселенькое покажут потому что в газетах было по программе я же получаю водка газетку и программа есть и в программе есть юморина с юрмалы там что-то в общем там еще какие-то передачки которые петросян ведет обожаю вообще вот эти вот развлекательные передачи обожаю больше чем фильмы программе есть по телевизору нет вот вероятно это конечно связано с войной что везде везде мы должны об этом помнить об этом думать и никаких развлечений нам не надо не знаю вот сейчас смотрю вот 1 1 апреля вот 1 апреля должна была быть какая-то обязательно должны были быть интересные передачки какие-то юмористические но ничего нету теперь уже 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 нету газете если раньше было в газете но не было по телевизору то теперь и в газете уже нет конечно мы все переживаем все переживаем что такое что сейчас эта война и как-то вот уже ждешь каждый день встаешь включаешь телевизор или ну бывает даже телефоне смотрю но мне больше нравится по телевизору смотреть новости может кто-то скажет что да там врут и все не знаю не знаю я ничего там ничего там не врут у нас белорусских новостях все показывает всю правду а что пока по телефону то его знает правда не правда переживаем переживаем и ждем конечно чтобы скорее все это закончилось сейчас как-то уже тише вот эти вот нового новости стали уже как-то не так уже самое бьет по душе вот и больше уже когда выступает наш президент он больше рассказывает о том что надо засеивать поля что надо выращивать пшеницу чтобы было больше хлеба чтобы были продукты у нас и сахарную свеклу чтобы был сахар чтобы у нас это все было чтобы мы могли обеспечить белорусов и еще помочь еще помочь другим странам вот так что вот так вот налила девочки себе компотик вот такой вот он у меня красивенький получился кофе не хочу что-то последнее время стало очень много кофе пить опять как раньше утром стала выпила потом прошло какое-то время выпила потом видео сняла кофе выпила вот и чувствую что уже что-то вот в голове начинается такое туман такой и потом начинаю таблетки от давления глотать или или валидол прочла что дает валидол потому что как-то говорят что валидол вроде бы это такое как мертвому припарке толку от него никакого никакого нет но все же он немножко расширяет сосуды если это это есть значит но мне действительно становится немножко вот просветление становится ладно пойду я сливать с кастрюльки яйца поводу их чистить не стоит это занимать время ну все бутербродики сделала бутербродики я сделала вот такие вот они месим как-то вам показать что было видно вот такие вот они у меня симпатяшки получились вот хватило мне на четыре кусочка два яйца но у меня целенькая осталось хорошо что я его сразу все не порезала иначе иначе пришлось бы есть это это яйцо ну что будем пробовать а что пробовать надо есть а не пробовать хрустящая булочка она еще не успела намокнуть от майонетика если бы до завтра вот стояли то булка по отошла как вкусно ну что я вас соблазнила на бутербродики сделайте не пожалеете очень вкусно ну и запью потом компотиком ну вот такое вот у меня утро но какое оно у меня еще может быть но булка будет последнее надо идти на рынок хорошо если плена пришла я и звонила говорю приходи сегодня она говорит не знаю что то нет настроение выходить на улицу что-то очень холодно вот так бы я ее послала на рынок за хлебом и за майонезом потому что майонез у меня тоже закончился хотела вам почитать советчицу но наверное я и так там много наговорила почитаем мы следующий раз потому что я там кое-что интересное нашла жду ваши лайки жду ваши комментарии что до последнее время стало вас мало мало смотрите вероятно то что я выкладываю каждый день и вот такие вот они скучные видео вероятно вам стало неинтересно со мной но какая жизнь такие видео пишите что вас интересует о том буду и говорить пишите